РОМАН РЕДМАН Я готов пропустить всех через друслак и через мясорубку, все будут разорваны в клочья, включая судей, я думаю, тоже их зацепит, потому что я все-таки не маленький. И я думаю, что финал будет очень интересный, очень непредсказуемый и я думаю, может много чего произойти, будет интересно. В финале я бьюсь с Ромой, которому я проиграл, но я не буду считать победу над ним в финале, которая состоится, естественно, как реванш, потому что без разницы, он там или кто-то другой еще, это не важно, я всех выиграю в общем. Итак, финал, настрой, настрой какой он? Спокойный. Главное не паниковать, потому что я понял, в финале, мне кажется, будет очень много подстав, судя по предыдущим выпускам. Борщ-повар, точно такой же, как и я, повар, хорошо готовит, отлично держится, замечательно шутит, с ним весело и классно соревноваться. Посмотрим, что будет в финале готовить борщ, я, естественно, не знаю. У меня есть небольшая проблема, это заноза среди жюри. Один-единственный человек, который меня не любит, он ни разу за меня не проголосовал. Прямо видно, как он всей душой смотрит меня вот так вот сквозь мою душу поварскую и ненавидит меня. Сравнить можно это, наверное, с домашним матчем какой-нибудь футбольной команды, где есть 12-й игрок. И вот этот 12-й игрок сидит жюри, поэтому мне обязательно нужно покорить двух человек, а на третьего можно не обращать внимания. Роман в первой битве одолел Сергея Кузнецова, удивив зрителей и судей мастерством работы с овощами. Во втором бою Роман сенсационно уступил любителю, Виталию Покашеварем в приготовлении нелюбимых Редманом десертов. В следующей битве был разгромлен Анатолий Борщ, фаворит нашего проекта, который также по разу одолел Сергея Кузнецова и Виталия. Единственное поражение, самый дерзкий из наших участников, получил как раз от Романа. Так что сегодня у нас не только битва за главный приз нашего проекта, сертификат на 200 тысяч рублей на покупку бытовой техники от компании Эльдорадо и кубка лучшей на кухне, но и реванш. Сегодня мы узнаем, кто же лучший на кухне. Судить финал и принимать судьбоносное решение сегодня будут. Василий Емельяненко – наш самый внимательный член жюри. За время проекта Василий запомнился зрителям, как человек, который не просто делал акцент на подаче блюда, но и постоянно советовал нашим участникам, что им готовить из оказавшихся на столе продуктов. В финале Василий все так же будет отвечать за подачу, но и про вкус забывать не будет. Также за судейским столом Михаил Лиске – самый строгий из всех членов нашего жюри. Михаил всегда обращает внимание на мелочи – чистота рабочего места, степень готовности продуктов, соответствие стандартам. Михаил в нашем проекте отвечает за вкусовые качества блюда, и уже не раз его оценки были самыми жесткими для участников. Третьим членом нашего жюри будет Настя Рубик. За время нашего проекта Настя уже судила битву Романа и Анатолия, так что в финале ей будет на что опереться. К тому же в прошлой битве Настя превратилась в ведущего нашего проекта, так что, если понадобится, Настя всегда готова помочь. Что же, мы знаем, кто будет биться в финале. Мы знаем, кто будет судить финал. Осталось узнать правила, которые специально для финала поменялись. Мы предложили нашим участникам самим собрать собственные боксы из набора продуктов, которые мы положили на столе. Анатолий решил взять себе паприку, белые грибы, лимон, чеснок, кабачок, томат, базилик, чили, перец, винный уксус, оливковое масло, оливки и сахар. Роман наконец-то дорвался до мяса, так что неудивительно, что он взял батат, вырезку говяжью, лук-шалот, копченую паприку, трюфельное масло, розмарин, кинзу, мяту, тархун, петрушку, молоко, чеснок, винный белый уксус. Что же, боксы на столах, участники готовы, до нового года осталось совсем немного, а времени у нас все так же, 60 минут. Есть только три небольших нюанса. На столах участников не один пакет с техникой, а целых три. Остальные два сюрприза ждут участников уже совсем скоро. 60 минут, финал лучшего на кухне. Поехали! Собаки! Что такое? Я же говорил, не стоит доверять. Это все ты, твоя затея, да, поменять вот эти штуки? А как ты думал? Действительно, боксы участников с продуктами, которые они выбрали себе под финал, поменяли местами. Теперь у Редмана набор борща, а у борща набор Редмана. Это финал лучшего на кухне. Кто сказал, что все будет легко? И это еще не все сюрпризы. Это издевательство. Над кем? Над моей жизнью. А ты можешь, знаешь, как Хаттабыч, вот так вот дернуть, симсалабим, оп. Можно просто банку оливок в режиссера закинуть туда, куда-нибудь. А можно поменяться чем-нибудь? Нет, 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 нет. А правильно я понимаю, что у Романа вообще нет мяса? Да. Вообще нет мяса. И если Роман возмущался, борщ впервые на проекте «Лучший на кухне» серьезно задумался. Он смотрел на набор, выбранный Романом, и во взгляде его было видно. Я не знаю, что из этого приготовить. Финал нашего проекта – настоящая проверка на мастерство. Потому как нам мало что набор продуктов у наших участников им не знаком. Так было все предыдущие программы. А это финал, и все должно быть сложней. Поэтому наш помощник периодически будет выносить еще ингредиенты на столы участников. И это был для них шок. Что это? Что это? Деньги? Этот ингредиент обязательно надо использовать. Помнишь у Собиана? Это что такое? Не знаю. Давай раскрывайся. Не слушай его, он всегда чешет. Не бери в руки, а то это правило засчитает. На, держи. Это правда? Правда. Это правда? Правда. Правда, правда. Правда, бери. Что это? Это новогодний подарок. Что это? Рыбка. Вот, вот. Ты хочешь мне леща? Леща вот такого хорошего. Давай, давай, я постерплю. Что же, на столе у Редмана добавилось продуктов. Теперь у него еще и дорада есть. Борщ задумался еще сильнее. Он понимал, скоро и ему принесут новый ингредиент. А он еще не придумал, что делать с теми, что и так на столе. Зелень подвяла. Пока ты стоишь, она еще будет вянуть. А время-то идет. 55 минут. Это мне сюрприз? Да. Держи, а то оно подтает. С Новым годом. На столе у борща появляется мороженое. И это более чем сложно, учитывая практически полную несочетаемость этого десерта с остальным набором продуктов. Члены нашего жюри в восторге. Сегодня им предстоит по полной оценить мастерство и креативность наших участников. По уже сложившейся в нашей программе традиции, наш ведущий Олег просит одного из членов жюри подойти к столам, чтобы дать какой-нибудь совет участникам. Вызвался Василий Емельяненко. Василий, я вас попрошу, пожалуйста, подойти, кроме Редмана. Так, хорошо. Роман был первый, потому как у него, мастера по мясу, мяса нет. К тому же, ровно в тот момент, когда Василий уже готов был дать совет, Роману принесли новый ингредиент. Джем. Василий, это к чаю принесли тебе. Может, пойти обратно чай попить? Это надо использовать. Да я понял, они, мне кажется, издеваются над вами, друзья, шефы. Я надеюсь, там хоть малина? А как-то это меняет ситуацию. Это джем протертый, без косточек, без ничего. Тут задумался и Василий. У борща мороженое, у Романа джем. Что же дальше? А это всего 10 минут позади. Еще через 5 вскрывать 3 пакета с техникой. А в предыдущих программах и один набор мог кардинально изменить ход поединка. А тут сразу 3. Но до этого еще 5 минут. А пока новый ингредиент совсем уже растерявшемуся борщу. И в этот раз это кофе. Анатолий, как вы будете это использовать? Ну, по крайней мере, борщ может сделать себе кофейку, если поймет, что не справляется с заданием. У судей блестели глаза. Василий искренне пытался помочь участникам советом. Но сам понимал, задача крайне сложная. Борщу, как самому дерзкому в нашем проекте, решили принести еще ингредиент. Отлично, на бутеры. Давай, 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 мне сейчас нужна ветчина. Ветчина? То есть ты готов? Уже серьезно заряжаешь? Да. Ну, это ветчина из индейки. А что ты мне дашь пробовать? Попробуй. Ну, покушать нашим поварам не возбраняется. Но эту ветчину из индейки борщу все-таки придется использовать в своем блюде. Дабы никто не думал, что только борщу мешают, наш секретный повар вынес новый ингредиент и Роману. Яйца, мука. Ты помнишь, по условиям нашего конкурса ты должен использовать каждый ингредиент? Помню. Тем временем у нашего члена жюри Василия появилась идея, что Роману из всего этого приготовить. Там у Романа вообще попахивает перуанская кухня в чистом виде. Какой? Перуанская. А что это такое? Острые чатни или сальсы. Но в нашем случае, так как там джем, это чатни, мы назовем это чатни. Но хотя в Индии чатни это белого цвета продукт. Ну, практически всегда, в 99% у них есть понятие чатни, это из кокосового молока делается. Но здесь представим себе, что это будет сальса. Ну, например, сырая рыба, лепешка, там все прям в перу, да. Чили перец, томаты, яркий вкус, чеснока много. И, видимо, чтобы угодить Василию, на стол Роману пошло то самое кокосовое молоко. Это любимый Ромин продукт, мне кажется. Кокосовое молоко! Потому что в прошлый раз он так ругался, что ему дали продукт, который вообще... Роман, я смотрю, у вас как-то... Я смотрю, у меня беспредел какой-то происходит. Кто это все придумал? Не важно, кто придумал. Важно, как участники справятся. А времени? Кажется, что его так много, 50 минут. Но на самом деле моргнуть глазом не успеешь, как... Как пора вскрывать пакеты с техникой. На столе у борща соковыжималка Мулинекс, которая отличается увеличенным загрузочным отверстием. Крупные фрукты можно класть целиком, не разрезая на части. Большой кувшин оснащен пеноотделителем, поэтому в стакан попадает только сок. Также мультипекарь Redmond – ваша домашняя мини-пекарня. Он заменяет вафельницу, омлетницу, гриль, пончикмейкер, кексницу, бутербродницу и множество других приборов для выпечки или жарки. И мультиварка Redmond SkyCooker – это обед в один клик. Благодаря двум чашам вы сможете приготовить несколько блюд одновременно. А управлять ей можно со смартфона с помощью мобильного приложения Ready for Sky. В ней предусмотрено 50 программ и 3D-нагрев, который гарантирует идеальное запекание продуктов. Набор сложный и такой разный. Что же на столе у Романа? Ему досталась уже легендарная на нашем проекте паста машины Philips, которая сама смешивает все ингредиенты, делает тесто и всего за 10 минут готовит порцию еды. Также кухонная машина Bosch, которая включает в себя блендер, несколько видов терок, крюк для теста, венчик для жидкого теста и круглый венчик для взбивания крема. И в третьем пакете – экстрактор Nutribullet, который оснащен специальными лезвиями, которые вращаются со скоростью 20 тысяч оборотов в минуту и позволяют извлечь из продуктов все полезные вещества. Благодаря высокой мощности приготовление коктейля занимает всего 60 секунд. Что же, нашим участникам предстоит не только справиться с таким разнообразным набором продуктов, но и использовать в их приготовлении данную технику. Она очень разная, но призвана помогать. Кому же из наших финалистов она поможет больше? Борщ уверенно стал что-то делать с соковыжималкой MULINEX, как будто прямо ждал ее появления на столе. Роман же думал о том, как ему лучше использовать паста машину. Как всегда, появление техники в нашем проекте «Лучший на кухне» путает все планы участников, и только по-настоящему лучший сможет выбраться из сложившейся ситуации. Борщ не был бы Анатолием, если бы в финале не продолжал чудачить. Он взял уже жарившуюся на сковороде ветчину и закинул ее в мультипекарь Redmond. Борщ использует вот этот вот прекрасный мультипекарь для прожарки ветчины, я так понимаю. Да, да, да. А заливать никаких яйца не будешь? Не-не-не, мне нужно хорошо высушить. Вижу уже, вижу, вижу. Пожалуйста. Вижу, оливочки, отлично. Смелым у нас оливки. Пока борщ готовил, Redmond все продолжал думать, как ему лучше использовать технику. Но, похоже, план у него готов. Я буду сейчас сделать пасту. Пасту? У меня же есть паста-машинка. Я имею в виду, сейчас сделаю тесто для пасты. Мне в любом случае надо что-то там пропустить. Жюри тоже в восторге. Такого они точно не ждали. Фаворит по нестандартному использованию техники у нас, конечно, борщ. Потому что обычный человек и обычный повар не догадаются так использовать технику. Жарить я сейчас вот жду, когда он в этом самом начнет что-нибудь размачивать в мультиварке. Нальет туда воды, не будет ее включать. Положит туда какую-нибудь морковь, чтобы она там закрутилась в колесики. Роман, конечно, подает надежды, что он надо было вот чем заниматься сейчас пять минут тестом, он бы мог это все кинуть в аппарат. Какое? У меня нет аппарата. Как? У вас машина сама замешивает тесто и сама выдает пасту. А, да? Вот так да? Да, это надо было посмотреть. Ты же когда мыл, ты же видел, что там винт стоит. Этот совет несказанно обрадовал невнимательного Романа. И тот с радостью воспользовался техникой. Скорость работы все возрастала, участники то и дело поглядывали на часы. Им перестали на некоторое время выносить новые ингредиенты, и они смогли сконцентрироваться на том, что уже находится на их столах. Больше хмурился и злился, Роман пытался оставаться хладнокровным. Но в студии все четче ощущалось. Нервы у наших участников на пределе. Идея Романа о блюде, на которое он делает ставку, удивила судей. Чатни из малинового джема с томатом. И добавлю немного чили, чтобы усилить вкус. Будет паста с Дорадо на основе кокосового молока. Из овощей будет паста с Дорадо. Паста с Дорадо. Ну, паста с рыбой, грубо говоря. А кокосовое молоко пойдет в соус, что ли? Да. Нестандартные ходы на нашем проекте лучшие на кухне. И у нас финал не только проекта. Подходит к концу наш конкурс на приз зрительских симпатий. Вы еще можете проголосовать за любого из них в официальной группе Эльдорадо ВКонтакте. Вне зависимости от выбора жюри, тот, кто наберет больше всех лайков, получит приз зрительских симпатий. Индукционную варочную поверхность и духовой шкаф с паром Электролюкс. Ну, а всю технику, которую использовали участники лучшего на кухне, можно найти по ссылке в описании и приобрести в Эльдорадо. Ведущий увидел, что борщ достал таки мороженое и решил узнать, как же его будет использовать Анатолий. Может, это ты подашь его мороженое как комплимент? Да, простая. А? Как насчет мороженое как комплимент? Ну, нет, мы не подаем здесь два блюда, комплименты, еще что-то у нас одно. Одно, и ты решил его по назначению использовать. Нет, еще я просто ем мороженое. А время-то осталось 27 минут. Разгар финальной битвы. Три пакета с техникой, набор продуктов, который каждую секунду усложняется и увеличивается. На кону титул лучшего на кухне, сертификат на 200 тысяч рублей от компании Эльдорадо и кубок. А борщ ест мороженое. Поразительная уверенность в себе. Роман уже катастрофически не хватало зелени. Даже члены жюри были с этим согласны. Тогда наш ведущий Олег решил пойти на неожиданные меры. Повернись спиной к жюри. Нет. Повернись спиной к жюри. Оставь все. Обрати внимание на этот холодильник. У тебя есть 30 секунд, чтобы взять те продукты, которые ты хочешь. 30 секунд. Поехали. Поехали. 30 секунд. Лимон, лимон бери. Вот, шалон. Там все равно нету специй. Там еще все в мисках, в пошках. Да там. У нас же специи какие-то. Слушай, ну здесь. А, оба холодильника? Да. Можешь морозильник открыть. Все, время закончилось. Закрываем. Подожди. Что ты взял? Одну только зелень вот эту? Кинзу, да. А тебе ее достаточно? Мне ее достаточно. Что же, теперь у Романа еще есть лук, шалот и кинза. Все то, чего, по мнению нашего члена жюри Василия, ему так не хватало. Так что теперь блюдо Романа обязано быть идеальным. Все условия для этого ему даны. Борщу же тоже помогли. Хотя тут скорее в кавычках. Наш помощник вынес Анатолию сливы. Чистая? Слива. Чистая. Мыли. Зачем она такая кислая? Похоже, план борща прост. Просто съесть все то, что у него на столе. Видимо, он решил подать в виде блюда самого себя. Но довольно шуток. Проект лучший на кухне приближается к финишной прямой. 15 минут осталось у наших участников, а блюд пока нет. И нет уверенности, что жюри вообще будет из чего выбирать. Ведущий отправился к столу Романа проверять, все ли он использовал. И обнаружил, что Роман пытается хитрить. Я не пойму, где лук. Вот он. Это один. А у тебя здесь какие-то разные есть. Там и тот, и другой лук. Подожди, какой. Они разные цвета. Давай добавим чуть белого лука. Задача каждого участника использовать все ингредиенты. Здесь это лук-шалот, а вот это репчатый лук. Это не репчатый лук. Какой? Белый. Вот, молодец. Ну правильно, так они разные. Так надо было нарезать сюда, добавить. А у тебя здесь нарезан только шалот. Роман сдался и порезал в блюдо и белый лук. Это финал. Тут мелочей не бывает. Борщ все чаще промокает лоб под своим новогодним колпаком. Члены жюри все шире открывают глаза от удивления. Каждый в студии понимает. То, что сейчас делают ребята в финале, уникально. Еще никто и никогда не готовил в таких условиях и с таким набором продуктов. Победитель лучшего на кухне со всей уверенностью сможет потом говорить. Я совершил невозможное. Ну а в студии продолжалась форменная вакханалия. Ведущий решил еще больше усложнить участникам жизнь и сделал предложение Насте Рубик. Давайте поменяемся с борщом, пожалуйста. Серьезно, вы че? Давайте. Я не услышу за тем, что там есть. Я же даже не знаю, что он делает. Хорошо, выбирайте либо с борщом, либо с Редмоном. С борщом. Смелая Настя вступила в бой на стороне борща. А сам борщ привычно стал раздавать указания. Отлично, блендери. Все. Это мороженое? Супер. Так, я ничего не делаю, типа, да? Переворачивай. Одной рукой блендери, а то переворачивай. Я поставь, переверни мясо. Иди, иди. Иди за... А какой? Какой? Тебе надо помогать. А чаще вцов-то нет. Паника у Насти, показная уверенность у борща и незаметная улыбка Редмона. Пока Настя суетится за столом Анатолия, Роман спокойно доделывает свое блюдо. Но и ему решили добавить стресс-фактора. Василий, быстрей! Минута пошла, быстро. Все, иди. Я сдвину, я сдвину. Да я буду помешивать. Вася, доведи до вкуса... Он мне не доказал, что там лежит. Мне не довезти. Что доведи, довести? Что-то до вкуса чего-то. И просли макароны. Лучший на кухне. Теперь оба члена жюри отчасти имеют отношение к качеству блюда. Ведь Настя блендерила под неусытным взором борща, а Василий помогал Роману. Скажется ли это на оценке? Пока же суета и менее пяти минут на таймере. Ведущий отпустил Василия на место, Роман и Анатолий стали потихоньку сервировать блюда. А сами члены жюри, не скрывая собственного возбуждения, активно делились своими ощущениями о случившемся. Борщ уже стал выкладывать блюда, как внимательный ведущий. Вновь уличил участника при небрежении к правилам. Анатолий, я не видел, что вы использовали соевый соус. Использовал в соусе, который вот с каперсами. Подожди, он открыт. Время сколько? Две с половиной минуты. Подожди. Так он закрыт. Ладно, 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 все используем. Так подождите, надо проверять все. Тебе нельзя одного здесь оставлять. Ведущий еще раз все проверил и убедился, что больше Анатолий ни о каких ингредиентах не забыл. Пошла последняя минута. Руки участников буквально мелькают над тарелками. Все готовые ингредиенты мгновенно начинают превращаться в красивое блюдо. Каждая секунда дорога, потому что это финал проекта лучший на кухне на канале Эльдорадо. Победитель у нас может быть только один, и все решится в ближайшие минуты. Главное, успеть доделать блюдо и подать его на стол жюри совершенным. Десять, трюфельное масло напоминает. Шесть, пять, четыре, три, два, один, ноль, подняли. Время вышло. Результат невероятных усилий последнего часа наших участников на столе у членов жюри. Финал. Мелочей не осталось, и сейчас в нашем рефере нужно быть особенно внимательными и сосредоточными. От их решения зависит все. Очень красиво маслина у него прям играет. А малина-то хорошо вписалась. Я впервые попробовал, да, такую пасту с вкусным молоком. Но это больше на сальсу действительно похоже. Правильно, что посолил, потому что сейчас заиграл вкус. На кромок решил, не соли, не соли. Хладкая соленая и острая. Прям такой взрыв. Мне странно, что вот эти вот горелочки, ими не посыпали мясо, а их отдельно выложили. Рома, любители альгенте, я так понял. Мне интересно все же, где труфельное масло у нас? Нет там труфельного масла нигде. Соус здесь неярко выраженный. То есть было столько ингредиентов, почему нельзя было сюда копчености добавить в соус. И при том он еще сладкий. Откуда такая сладость? Пасту сарабана. Причем изрядно так. Я считаю нечестным использование мороженого в качестве второго блюда. Но вообще это как бы считается вторым блюдом. О чем по правилам программы мы не договаривались. То есть мы готовим все-таки одно блюдо. Лица у членов жюри озадачены. Решения, кто победил, у них нет. Они совещаются 5 минут, 10, 15. Блюда уже остыли, а они все спорят и пробуют. Пробуют и спорят. И пока это происходит последний раз в 2016 году в проекте «Лучшие на кухне» мы расскажем вам, как же участники приготовили свои финальные блюда. Роман Редман в финале приготовил пасту с дорадо. Дорадо разделать на филе. Болгарский перец запекать в духовке 20 минут при температуре 180 градусов, после чего очистить от кожуры и нарезать соломкой. Отделить желтки яиц от белков. Три желтка смешать с оливковым маслом и мукой. Приготовить тесто в пастомашине «Филлипс». Помидоры очистить от кожицы, нарезать кубиками, смешать с вареньем, посолить и добавить каплю оливкового масла. Кабачок нарезать тонкими полосками с помощью кухонной машины «Бош». Лук-шалот мелко нарезать и обжарить на масле. Добавить болгарский перец, залить кокосовым молоком, добавить кабачок и уваривать получившийся соус до загустения. Пасту сварить и добавить в нее овощи. При подаче украсить базиликом. Будет ли эта паста пастой победителя? Анатолий же приготовил говяжью вырезку. Говяжью вырезку прогреть в мультиварке «Редмонд» при температуре 50 градусов. Ветчину обжарить в мультипекаре «Редмонд». Из батата сделать чипсы, обжаривая их в большом количестве масла на сковороде. Репчатый лук мелко нарезать. Говяжью вырезку обжарить на сковороде до прожарки «Медиум». Приготовить соус. Обжарить лук-шалот, белые грибы, каперсы. Добавить ворчестер, трюфельное масло, белый винный уксус. Уварить и затянуть сливочным маслом. Мясо залить соусом и украсить чипсами. Подавать на доске с жареной ветчиной. На десерт слива с мороженым. Стоит добавить, что при подаче блюда борщ использовал разделочную доску, а не привычную нам тарелку. Шла 30-я минута обсуждения с судьями, кто же победил. Участники нервничали и напряженно вглядывались в лица судей. На кону все. Кубок, сертификат на 200 тысяч рублей от компании Эльдорадо. Почет, слава и титул лучшего на кухне. В итоге члены жюри выдохнули и решились. У них готов вердикт. Первым словом взял Михаил. Это финал. На кону 200 тысяч и кубок. У Редмана трагичная история с рыбой. Сухой пастой. У борща отлично приготовленное мясо. Но не использованы все ингредиенты. Поэтому за мороженое, которое не было использовано в основном блюде, за ту дерзость, за те все пререкания и перебивания судьи, я забираю очко у борща и передаю его Редману. Что же, Редман впереди. Но что скажет Василий, который Редману, между прочим, помогал? Я, конечно, в замешательстве. Мы очень долго обсуждали и так далее. Я не скажу, почему нет. Я скажу, почему, объясню, почему да. Ну, то есть, чем обусловлен мой выбор. Все-таки, как бы, финальная история, связанная с едой. И я всегда привожу в пример, что если ты пришел в ресторан, и потом со своим другом или со своей подругой делишься впечатлениями, то вопрос от оппонента всегда возникает. Тебе вкусно там было? Поэтому я, в общем, думал-думал, много косяков и там, и там, но я все-таки за вкус. Мне было вкусно всегда. Неожиданно. Василий голосует за борща. Вновь, как и в шестой программе, все решать девушке. Настя Рубик. Именно в ее руках судьба победителя. Настя долго не решалась начать говорить. Участники напряженно искали встречи с ней взглядом. Но долго это не могло продолжаться. Выбор должен быть сделан. Сейчас все дамы, которые находятся по ту сторону экрана, знают, что мы так или иначе решаем судьбы. Так что... Ну, в общем, мне очень сложно, потому что я сужу только по сегодняшнему блюду. Вот конкретно по тем двум блюдам, которые только что ела. И... Я уже сказала, борщу все свои эмоции по поводу его поведения. Ну, мне нравится, что ты такой экспрессивный, что ты такой активный. Нет? Нет. Это образ. Рому я безумно уважаю. И он делает нечто красивое. И я уверена, что если бы не воля случая, и если бы ему действительно достался его набор, он бы приготовил нам просто что-то нечто потрясающее, и мы бы тут истекали сленками. Я все-таки голосую своим желудком. Я его слушала, и он мне проурчал в какой-то момент. Так что... Что же, победителем нашего проекта стал Анатолий Борщ. Он взял реванш у Романа Редмана и завоевал титул лучшего на кухне по версии нашего проекта, а также кубок и сертификат на 200 тысяч рублей на покупку бытовой техники от компании Эльдорадо. В общем, вот эта штука, как и предполагалось, досталась мне. На самом деле все было логично. Она, по идее, для меня и изготавливалась. Ни в коем случае я не занижаю способности участников, скажем так, моих соперников. Просто, ну как бы, что скрывать, я круче. Когда жюри проголосовали по одному голосу за Романа и за меня, да, барабанная дробь где-то я вот слышал, она там где-то вот так все усиливалась, усиливалась. Но, тем не менее, я уверен был, что мне отдадут вот эту вот штуку. И единственное, что если бы не отдали мне, то не знаю, что бы я сделал с жюри. Пока что я выиграл только руку с блендером. Осталось дело за малым. Вы голосуете за меня, и я в дальнейшем еще выиграю приз зрительских симпатий, потому что мне нужна духовочка или плита. Голосуем за меня. Всем пока. Все, мне кажется, справедливо. Я в какой-то момент сначала чуть расстроился, потом обдумал все, посидел. Понял, что а что расстраиваться-то? У меня все замечательно. Не хватило мне некоторого набора специй и усилителей вкуса для того, чтобы добить полностью до конца блюда. Борич классный соперник, с ним весел, он молодец. У него есть каризма, он классно готовит. Но вот он растерялся. И, честно говоря, то блюдо, которое должен был готовить я, он его просто испоганил полностью. Удивился, что судья, который мне постоянно давал минус, проголосовал за меня. Мне очень понравилось все. Напряженная была борьба, очень классно. Хочу спасибо сказать Борщу за этот бой. Он молодец, и я за него, честно говоря, очень сильно рад. Круто все. Получаете удовольствие от того, когда находитесь на кухне, готовите какие-то вкусности. На этом первый сезон лучшего на кухне на канале Эльдорадо подошел к концу. Участники и команда проекта поздравляют всех с наступающим Новым Годом и желают вам вкусно готовить и радоваться новым победам в 2017 году. Ну, а если вы хотите второго сезона наших кулинарных битв, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Отдельное спасибо кулинарной студии Клевер за предоставленную студию для съемок проекта. С наступающим Новым 2017 годом всех! Ура!